В Сибири мы столкнулись с социальной несправедливостью, увидев, что половина пляжа отдано Дому творчества писателей. Этот пляж был культивирован и окружен различными стендами и верандами. Он был разделен на семейный мужской и женский, и был, как правило, наполовину пуст. Остальная часть городского пляжа, как вы сами догадываетесь, была битком забита. Естественно, мы именно на второй части и пребывали. И проливали горючие слюнки, поглядывая на пляж соседний. Зависть не приводит ни к чему доброму. Возникла злобная песня, где упоминается совершенно несправедливо очень хороший писатель. Как ты бели в как ты бели у лазурной колыбели, Весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляжа для писателей читателям же нет. Пляж для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой мерзот, Он лежит и в ус не дует, и заде свое трусует, Попивая коньячок или олиготей. Попивая коньячок или олиготей. А все прочие узбеки человек на человеке. То есть скромные герои наших дней Из почтения к славе генья растянулись на каменья, Попивая водочку и льду моя о ней. Попивая водочку и льду моя о ней. Кое-кто из них с досады, Озираясь на фасады, где Звыстные письменники живут. Из подлейшей жажды мести Сочиняют эти песни, А потом по всей стране Созло пою-пою. А потом по всей стране Созло пою-пою. Звыстные письменники живут.